Нюансы строения костной мышечной ткани сосудов, лимфатической системы, нервной системы кожи, какие есть отверстия, куда нельзя колоть, куда можно колоть. Это очень доступно, Татьяна рассказывает. Моя вам рекомендация без медицинского образования, с медицинским образованием. Посетите этот семинар, пускай это будет на правах рекламы. Я думаю, компания Ласков меня простит, но компания тоже проводила семинар. Это очень полезно, потому что Татьяна Лусский специалист, она в этом шарит и все это подобрала. Прежде чем вообще начинать колоть, изучите анатомию, изучите физиологию кожи, изучайте ее постоянно, для того, чтобы не делать глупости, не делать ошибок, не совершать аварий. И снизить риск осложнений, и снизить дискредитацию нашей профессии косметологию, дерматокосметологию, и снизить дискредитацию классных брендов косметологических, которые есть на рынке. И один из классных брендов, которые есть на рынке, это Мезоэстетик. Я была вот на этом прекраснейшем заводе, на этом производстве. Есть масса фотографий, у меня в Инстаграме также есть. Все начиная от клинических исследований, от лабораторных исследований и заканчивая отдельными линиями для мезопрепаратов, для биритализирующих препаратов, для филеров. Все это есть в этой компании. Отдельная линейка косметевтики. Есть все сертификаты европейского образца, а международного образца качества, потому что Мезоэстетик работает с представителями со всего мира. На последнем тренинге для тренеров были представители-косметологи из ЮАР, из Астралии, из Новой Зеландии, из Америки, из Вьетнама. То есть это весь мир. Вот на карте показано, какое большое количество представителей, какое большое количество косметологов во всех странах мира использует этот бренд. Представлен он различными, различные линейки представляют. Сегодня мы будем разбирать это инъекционные препараты мезоперапию, инъекционные препараты мезотерапию, биритализацию, инъекционные препараты филеры. Ну и также будут несколько слов про косметические препараты, потому что любая процедура мезотерапевтическая, биритализирующая, все равно должна начинаться и заканчиваться топическим нанесением очищения и топическим нанесением осозащитных и регенерирующих средств. И плюс все уже, наверное, кто сотрудничает с мезоэстетик, знают, что прекрасные пилинги мезопилы. Я сегодня о них специально говорить не буду, потому что так будет много информации. Поэтому у нас есть отдельный вебинар по пилингам. Но я буду представлять свои работы там, где я сочетала пилинги мезопилы и где я сочетала инъекционное введение мезопрепаратов и биритализирующих препаратов. Поэтому я все это на практике также использую очень активно. Приступим. Перед тем, как, то, что я уже говорила сейчас в таком 5-минутном спичи, перед тем, как приступить вообще к процессу воздействия на структуры кожи, необходимо помнить, видеть, знать перед собой, перед глазами настроение кожи. Дермальный слой, дермальный слой, гиподермальный слой. На каком уровне мы будем находиться? Мезотерапевтические, биритализирующие препараты, филеры, на каком уровне мы будем выкладывать? Где будем активизировать сосуды? Девочки, большая просьба выключать звук, если вы не хотите ничего конкретного сказать, потому что очень сложно мне говорить и слышать. Все. Четыре. Благодарна. Обязательно учитываем в том, что все активные ингредиенты, которые мы инъецируем, должны попадать в эпидермальный слой. И мы должны учитывать возраст пациента, должны учитывать состояние его кожи, состояние жировых пакетов, состояние костной ткани. И уже в зависимости от этого отталкиваться и назначать определенные процедуры. И сразу скажу, что лицо мы не накачаем, мы не восстановим активизацию всех структур. Но притормозить этот процесс, нормализовать процесс, активизировать регенерацию, восстановить коллаген, эластин, синтез. Все это у нас получится. Главное в медицине это профилактика, и главное в медицине это не навредить. Все остальное это уже дополнительные нюансы. Поэтому знаем, помним строение, реагируем на изменения в коже, реагируем на также все индивидуально. Даже строение кожи у каждого человека плюс-минус толщина дермы, плюс-минус толщина гиподермы, плюс-минус у кого-то липодистрофия. То есть эти все нюансы нужно учитывать. Плюс не забываем о том, что мы должны собирать анамнез с вами, узнавать анамнез, да, морби, анамнез виды. То есть анамнез заболеваний, анамнез жизни, вредные привычки, факторы каких-то пагубного воздействия внутреннего и внешнего, гормонально-заместительная терапия, как часто болеет, чем болеет, если системные заболевания, что использовать в домашнем уходе, какие процедуры уже были, да, наследственность. Все-все-все мы это должны собирать, очень тщательно записывать в карточку пациента, а потом уже только исходя из этого, исходя из внешнего осмотра, исходя из внутреннего осмотра, тогда только после этого мы уже имеем право назначать какие-либо препараты, и тогда они будут давать уже весомый активный эффект. Когда наш пациент нам говорит, только мне без синячков и только мне, пожалуйста, чтобы не больно было, показывайте ему вот эту вот картиночку, да, там, где у нас сосуды, нервы, артерии, вены, и все это находится в толще дермо-гипотермы, и все это прошивает полностью и мышцы, и соединительную ткань, и просто порожнего пустого места нет, просто мы должны объяснить нашему пациенту, да, что сосудистая активность тоже у каждого своя. У кого-то сосуды расположены максимально близко к эпидермальному, у кого-то чуть глубже, у кого-то артерии и вены имеют одно расположение, анатомические особенности, у кого-то правее и левее идут, да, кстати, вот на семинаре Татьяны Юченко, она очень все это тоже подробно рассказывает. Плюс мы не должны забывать про опасные зоны, да, про так называемые выходы нервных пучков, сосудистых нервных пучков, это и форамон супраорбиталии, форамон инфраорбиталии, и форамон менталии, и форамон альвеолярии, и сложные зоны, височная зона, зона глобелы, туда, куда нет необходимости глубоко и агрессивно воздействия, да. Также не забываем про деликатную и тонкую зону вокруг глаз, там, где максимальное количество капилляров, максимальное количество анастомозов сосудистых, и поэтому мы не имеем права тоже сюда ложить очень грубые агрессивные препараты, которые будут сдавливать сосуды. Также не забываем про красную кайму и слизистую кайму губ, там, где тоже очень воспуляризированная зона максимальной иннервации, поэтому и также мы должны учитывать глубину введения тех или иных препаратов и целесообразные, да. Опять-таки по поводу скуловой части, да, где мы большей части работаем надкоснично, потому что также проходят основные сосудистые пучки, все это мы должны учитывать, и плюс должны понимать, что мимические мышцы мы никак не накачаем, да, поэтому мы работаем в основном с кожей, тянем кожу, а уже потом мышцы к нам будут подтягиваться, потому что они не полностью окружены фасцией, потому что они одним своим пучком прикреплены в кожу, и на лице, в чем специфика вообще лица, кожи, мышцы лица, строения, анатомии лица, тем, что очень тонко и очень мощно переплетаются между собой соединительная ткань, мышечная ткань, все это плотно прилегает к костной ткани, очень активная иннервация, наибольшая иннервация, да, и наибольшее кровоснабжение, это все-таки лицо, поэтому лицо, шея, поэтому не тешьте своих пациентов надеждой, что синяков, гематон, петехи не будет, не тешьте своих пациентов надеждой, что фейслифтингом можно накачать мышцы, и не тешьте своих пациентов надеждой, что от одного укола подтянется все лицо, вы видите, насколько это сложно, и насколько это сгруппированная плотная структура, плотные структуры сгруппированы, очень все взаимосвязано. И основное, что я хочу, что любой этап воздействия на кожу, это, естественно, сосудистое воздействие, потому что вы видите, сколько сосудов, поэтому активизируя сосудистое русло, массажные техники, сосудистая мезотерапия очень способствует улучшению вообще качества кожи, качества лица, поэтому всегда будем начинать и с тактильного воздействия, и с сосудистого этапа мезотерапии, это всегда улучшит состояние кожи. Здесь дополнительно слайды, венозное наполнение и артериальное наполнение, анатомические особенности у каждого свои, у кого-то артериофациали сможет идти более вертикально, у кого-то более горизонтально, поэтому также все учитываем. И стараемся работать более поверхностными техниками, чтобы не повредить глубоко гипотермально залегающие сосуды. А при, конечно же, приведении филеров, особенно на постную ткань, всегда делайте аспирационную пробу, особенно когда работаете в сложных участках, в темпоральной области, в спуловой области, в челюстной области, всегда делайте аспирационную пробу, натягивайте шприц на себя, фиксируйтесь до 10 секунд, я, допустим, считаю, и только тогда, когда нет попадания крови в отсеках шприца, только тогда мы имеем право вводить это очень медленное и небольшое количество препаратов. Опять-таки не забываем про лимфатическую систему, это очень важная система организма, это как канализационная система нашего организма, и лицо, и тело, поскольку мы, допустим, мезотерапевтическими методиками будем, а сейчас и филеры уже, да, по телу, активно работать, мы будем работать и не только с лицом, но и с телом. И мы видим, что лимфатические, опять-таки, по поводу лимфодренажа, по поводу выведения переработки клеточной, да, какие специфические должны быть направления, да, то есть от центра к периферии снизу вверх, да, необходимо, а по телу, наоборот, ой, наоборот, лица сверху вниз, а по телу, наоборот, снизу вверх, да, должно все идти. Особенно если мы работаем с нижней частью, ожирение, целлюлит, введение липолитиков, также мы должны эти нюансы учитывать. Плюс лимфатическая система очень нежная система, поэтому не надо грубых каких-то движений, не надо агрессивного воздействия, выбирайте правильные препараты, вводите их в правильном направлении, да, для этого мы должны помнить и знать строение лимфатической системы, основные лимфатические узлы, как лица и шеи, так и всего тела. И опять-таки активизируем лимфатическую систему лица и шеи, декольте, и не забываем про грудную клетку, да, про подмышечные впадины, это касается и сосудистого этапа мезотерапии, это касается лимфодренажных техник, правильное проведение процедуры даст нам активный результат, да, лимфооттока, лимфодренажа и улучшение состояния кожи. Какие-то, если есть вопросы, обязательно задавайте, я всегда тут на связи и буду отвечать. Эти слайды, это очень поверхностно, естественно, я сейчас разбирать не буду, тем более у каждого специалиста есть своя какая-то ниша. Еще раз, Татьяна Юрченко, идите на семинар, очень вам советую. И опять-таки, сами изучайте, читайте книги, изучайте анатомию, чтобы не попасть в просаг с назначением своих методик, и чтобы опять-таки препарат, который вы берете в руки, сработал в нужное место и дал должный активный результат. Большое количество процедур, большое количество методик введения, большое количество названий, да, начиная от мезодерапии, биорепарации, биоредермализации. И что с этим делать, куда вводить, что нужно именно этому пациенту, вот с этим сегодня будем потихонечку разбираться и на основе как раз мезопрепаратов, препаратов, вернее, инъекционных под мезоэстетикой. Что такое мезотерапия? Это воздействие инъекционных препаратов подкожно, внутрикожно, также на разную глубину и в гиподерму мы вводим для решения различных медицинских и эстетических проблем. И введена на Вабихо мезотерапия еще в 1958 году, уже перетерпевала различные изменения. И вот как косметологическое последние лет 20-30, да, уже очень активно мы используем мезотерапию именно для лечения и коррекции профилактики различных проблем с лицом, с кожей, шеей, декольте и лица. Основные принципы мезотерапии. В принципе, зная основные принципы, мы можем нашему пациенту донести, почему мы делаем именно так, а не иначе. Основные принципы мезотерапии – это часто. Для того, чтобы активизировать клетки, нормализовать и активизировать клетки пролиферации, нормализовать все процессы, необходимое частое введение, потому что в основном мы будем использовать жидкие препараты с низкой концентрацией, с низкой возможностью диффузии. И для того, чтобы активизировать фибробласты, активизировать эпиталиоциты, нормализовать процесс меланогенеза, нам необходимо частое донесение активных веществ. Поэтому часто это проводим курсом с интервалом в неделю 10 дней, либо же в 2 недели 21 день, да, день между процедурами. Мало – это небольшое количество препарата в одну точку вкола и в одну процедуру. По лицу – это приблизительно от 2,5 до 5-6 мл в среднем, да, опять-таки, и по телу – это от 10 до 30-40 мл в среднем. Этого достаточно на одну процедуру. В этом и есть основные принципы мезотерапии – дать организму такой толчок, встряску, для того, чтобы активизировать некоторые структуры. И, естественно, мы будем вводить, для того, чтобы активизировать эти структуры на полную, мы должны вводить в одно и то же место, и лекарственные препараты вводят непосредственно в место ухудшения состояния или в тот орган, который необходим, или ближе всего. Это характеризует как раз введение локальное, точечное введение мезопрепарата, либо генерализованное системное введение мезопрепарата, либо действие на определенный орган мишени. В этом и есть основной тоже принцип мезотерапии. Сразу скажу, что биритализация – это тоже является одной из методик мезотерапии, просто там используется определенный препарат. Биритализация – это инъекционная методика на воздействие определенного препарата. Контурная пластика – это уже более статическая процедура в восполнении объемов. Но опять-таки это инъекционная методика и биодеградирующие препараты будут использоваться, поэтому противопоказания для всех этих инъекционных методик плюс-минус одинаковы. Основным противопоказанием, особенно для мезотерапии, биритализации – это нарушение целостности кожи в месте введения, это кожные заболевания в стадии обострения, это системные заболевания в стадии обострения либо в стадии ремиссии, но опять-таки если идет заместительная терапия, всегда нужно уточнять момент с ведущим врачом пациента, стоит, не стоит, какие возможности у нас есть для введения тех или иных препаратов. Плюс инфекционные заболевания, плюс повышенная температура тела. Сейчас это очень актуально, поэтому я знаю, что у многих коллег появились вот эти специальные терморегуляторы, которые мерят температуру. Также противопоказанием является сахарный диабет, особенно инсулин связанный, онкология, кто-то говорит год ремиссии, кто-то говорит три года ремиссии. Я недавно общалась с онкологом, она сказала, в принципе, плюс-минус ремиссию, когда ремиссия уже идет стойкая. Какие-то препараты можно вводить, особенно если то, что касается органа мишени, то есть если ураженный орган немножко ниже, чем кожа, лица и шеи, то в принципе можно какие-то делать процедуры определенные. Опять-таки не использовать стимулирующие препараты. Кстати, витаминные комплексы, особенно витамины группы В, по словам онколога, с которыми я недавно общалась, являются стимулирующими препаратами для проявления ухо. Поэтому также учитывайте, что не всякую мезотерапию можно использовать. Плюс на своей практике я знаю, что у пациентов у вас в онкологии, на заместительной терапии, есть нюансы при введении филеров, то есть надо быть всегда на чеку, может быть, сенсибилизация определенная, поэтому следите за этим, и либо же введите таких пациентов просто как в эстетической косметологии, либо же обязательно учитывайте все нюансы прошлого заболевания. Противопоказанием является беременность и лактация. Лучше да, чем нет. Прием антибиотиков, не специфически противовоспалительных препаратов, системного артилёла, антиаккульпулянтов. Опять-таки мы должны думать, зачем нам в данный момент та или иная методика. Можно ли поджидать, можно ли отложить, и естественно, чтобы не усугубить картину. Келоидная возможность возникновения у пациента как гипертрофических, так и особенно келоидных рубцов. Наличие келоидных рубцов на теле сразу вам дает сигнал, что осторожны с инъекционными методиками, либо вообще никак, либо пробовать, но поверхностно. И частое обострение гипотетической инфекции, опять-таки это не является абсолютным противопоказанием, пробиваются препараты Вальтрекс, Вальтерен общего, чтобы хотя бы снизить риск, потому что, к сожалению, большое количество пациентов, мы сами доктора и пациенты, являются носителями вирусов герпеса различных, поэтому особенно при аугментации ГУП, особенно при работе аблетивными методиками, старайтесь все-таки профилактировать возникновение этой инфекции. И, конечно же, показания. Также, в принципе, общие для различных методик. Это лицо, шея, декольте, руки, это признаки старения, это птоз, это сухость, это снижение туркора, это имитация, это нарушение лимфоотока кровоотока, это рубцы, это признаки воспаления кожи, это купероз. При всех этих заболеваниях мы можем применять мезотерапию, биритализацию, ну и при признаках старения, филлеры, то есть контурную пластику. Тело, это целлюлит, это нарушение лимфоокровоотока, это птоз ткани, это стрии, это рубцы, это жировые ловушки, и опять-таки, это тоже возрастные изменения. И волосистая часть головы, аллопеция различная, сиборея, сезонное лист весовое выпадение волос, также может приваниваться к аллопеции. Поэтому всеми нашими методиками мы будем работать при таких вот различных показаниях. Основными препаратами, то, что касается мезотерапии, биорепарации, редермализация, это, конечно же, витамины, минералы, аминокислоты, антиоксиданты, клеточные экстракты, нормализующие препараты для микроциркуляции, лимфодренажа, липолитики, также к ним могут относиться различные активные препараты, антиоксиданты, лимфодренажного действия. Все это мы будем применять и полинуклеотиды, и гликозами на гликаны в виде гиалуроновой кислоты. Все это мы, естественно, будем применять при тех или иных проблемах. Прежде чем приступить к процедуре, всегда знайте и помните, что у пациента, вернее, у доктора, у которого нет осложнений, значит, что у него нет работы. Поэтому спокойно всегда. Я сама, когда имею какие-то такие осложнения, я вроде бы все решила, все знаю, но все равно консультируюсь со своими коллегами, с тоже Татьяной Юрченко, чтобы немножко себя успокоить, что я, наверное, на правильном пути. Плюс, конечно же, по сфере работы очень много консультаций и идет... Сейчас я, наверное, это вот уберу. И, конечно же, очень много консультаций идет косметологов, коллег, которые обращаются с теми или иными осложнениями. Надо разделять побочные проявления после процедуры, которые, в принципе, неизбежны. Мы уже поняли, почему, видя кожу, видя анатомию кожи, сосуды, вены, лимфатические сосуды, нервная иннервация кожи. Мы уже поняли, что, в принципе, побочные проявления неизбежны, когда особенно мы находимся иглой в коже. И осложнение. Надо вот эти два, как сказать, два процесса рассоединения. Побочные проявления, они в 99 случаях в основном возникают. Если же что-то у нас не возникло, значит, в принципе, процедура не очень качественно проведена, потому что покраснение всегда будет при прикосновении кожи. Раздражаться будут и механорецепты, и сосудистые соединения, которые находятся под базальной мембраной. Поэтому все вот это будет раздражаться. Поэтому покраснение, это нормально. Покраснение, болезненность, потому что нервные окончания, да, у нас везде, на всей коже очень активно иннервирована наша кожа. Кровотечения могут быть, петехии, сосудистые звездочки могут быть, гематомы могут быть. Это все, кстати, мои пациенты. Вот видите, на нижней картинке это тут у нас петехии, потому что гиподермы практически нет на ручках, сосуды очень поверхностно, поэтому любой, особенно витаминный комплекс нам дает вот такое вот побочное проявление, которое проходит в течение нескольких дней. Гематомы, да, особенно, когда мы действуем глубоко в дерму, в гиподерму, и плюс мы, когда работаем более плотными препаратами, раздражающими, разрывающими, воздействующими активно на сосуды, сдавливающими сосуды, к сожалению, не всегда избежать гематом, плюс большинство наших пациентов страдают слабостью сосудистой стенки, особенно женщины, связаны это также с гормональной нашей наполненностью, ничего в этом страшного нет, главное, опять-таки, делать аспирационную пробу при введении филеров, использовать только мезотерапевтические иглы, которые дают меньшую травматичность, да, и умение быстро дать человеку, оказать, вернее, пациенту помощи, чтобы этот процесс локализовать. Покраснение, эритема, опять-таки, это все проходящее на препараты, проходящее реакция. Какая быстрая помощь, это, конечно же, лед, в некоторых случаях, в некоторых наоборот, массаж, если мезотерапевтические, то это лучше лед, если контурная пластика, лучше массаж и тепло. Тампана, да, обязательно должна быть и специальные препараты с противовоспалительным действием, я здесь написала, какие это, мезоэстетик, вот у меня, допустим, есть мезоэстетик, фаскин репе, антистресс маска, их также можно использовать для нанесения, треумель гель, всем известный, да, пожалуйста, ну троксевозиновая, гепариновая масса пожестче работают, поэтому, если не хотите никаких осложнений и усугубления ли там процесса, то лучше используйте треумель, да, они более безопасны, и, как говорила моя наставница, да, коллега, Наталья Алексеевна Чайкош, леченые 7 недель, у них леченые 7 дней, поэтому все проходит, и это пройдет, главное, уметь, во-первых, диагностировать и отличить, да, гематому от ишемии сосудистой, леведо, да, белое побеление, покраснение внутри, побеление снаружи, эти все нюансы также учитываются, опять-таки, вы приходите на семинар по конкурсной пластике, и там все это массировано и очень активно обсуждается, плюс сейчас очень много коллег проводят различные вебинары по осложнениям, эта информация, по-моему, массируется очень много, и не будем на этом заострять внимание, но умение различать, да, осложнение от побочных проявлений, это очень важно, чтобы, во-первых, не паниковать, чтобы и правильно дать перетель. Осложнение в виде аллергических реакций, в виде ишемии, дальнейшим микрозированием тканей, что особенно для того, чтобы быстро разрешить эту проблему, что должно быть в аптечке косметолога, это обязательно тонометр, это обязательно гормональные препараты, антигистаминные препараты, дексаметазон, адреналин, профен, ну и, естественно, если вы работаете филлерами, то любой фермент, который, ну не любой, а фермент, который будет растворять гиалуронную кислоту, это, ну в нашем случае, я даю предпочтение, гиалуронидаза, у нас есть мезоэстетик, препарат редуктанидаза, да, чем жирных единиц, а физраствор нам необходим для того, чтобы и адреналин внутривенно струйно вводить и разбавлять физраствором, и гиалуронидазу разбавлять физраствором тоже необходимо, поэтому сформируйте свою аптечку, умейте отличить осложнение от побочных явлений и быстро решить эту проблему. Перейдем, конечно же, мы забыли, да, вообще, с чего тут начиналось, мезотерапия, мы все еще говорим об инъекционных методиках, но обязательно, да, лучше перебдеть, да, в этом плане, и меня кто-то называл осторожным доктором, я за, я лучше буду остороженной, остороженной, не бояться, когда мне доктор говорит, я боюсь, мне хочется спросить, так зачем ты это тогда делаешь, бояться не нужно, да, предупрежден, значит вооружен, ты знаешь, как с этим бороться, что может быть, ты у себя представляешь, какие сосуды, куда ты приблизительно можешь попасть, или не попасть, и тогда ты уже можешь быстро решить любую проблему. Опять-таки, нет плохих, не машина совершает аварию, нет плохих препаратов, есть неправильное ведение, есть неправильная техника, есть неправильный подход, неправильно подобранный пациент, под данную технику, под данный препарат, конечно же, есть не совсем качественные препараты, да, которые могут давать какие-то аллергические, но опять-таки, это тоже все индивидуальная реакция, то есть аварию совершает не машина, осложнение дает не сам препарат, а все-таки доктор, либо же пациент, неправильное ведение после процедуры, неправильное вхождение в процедуру, неправильно подобранный препарат, он сам по себе препарат хороший, просто он не подходит вашему пациенту, это все надо уточнять, когда вы собираете анамнез, да, ну, перед тем, это почему-таки вступительные части, потому что, ну, наболело, очень много обращаются, с хорошим не обращаются, с плохим всегда обращаются, поэтому давайте будем не бояться, но будем осторожными, будем аккуратными в нашей работе, потому что это наша репутация. Для того, чтобы приступить к мезопрепаратам и чтобы разбирать их более детально, конечно же, вспомним техники ведения, основные, которые мы будем использовать, эта техника в основном используется на напажную, микропапульную, да, или не на ретроградную. Напажная техника есть, более поверхностный напаж, здесь на слайде написано, не больше 0,5 мл. Вообще помню, да, что толща дермы от 0,49 до 4,75 мл. Поэтому, девочки, работаем специальными инъекционными иголочками, подбираем легкие по структуре препараты, да, которые будут легко попадать в эпидермальный, дермальный слой. Тем, кто не работает с иглами по какой-то причине есть сейчас фракционная низотерапия с помощью дермапена, с помощью препаратов, аппаратов, вернее, с помощью дермоштамов, поэтому все можно использовать. И, конечно же, прекрасные препараты, которые как раз можно использовать под эти методики. Короткие иголочки, срез вверх, наклол иголочки 30-40, мы еле-еле соприкасаемся с эпидермальным слоем, крови у нас нет, потому что мы попадаем эпидермальный слой. Но эта техника, она самая безопасная, эта техника подойдет для решения не очень выраженных эстетических проблем и решения не очень возрастных проблем. Эта техника подойдет для проблемы гиперпигментации, сухости кожи, снижения тургора кожи, поверхностного, ну, чтобы улучшить состояние кожи. Микроциркуляторное русло будем активизировать частично. Очень плотно покрываем кожу, но на фотографии в принципе видно, конечно, очень тяжело объяснять на пальцах инъекционные методики, но приходится. Такими техниками мы работаем лицо, мы работаем и мезотерапией, мы работаем и сосудистой этап мезотерапии, мы работаем волосистая часть головы и руки, шея, это как-то. И препарат на поверхности не вытираем, даем ему впитаться и делаем несколько повторов, один-два повтора для того, чтобы активизировать, максимально активизировать препарат на поверхности кожи. И анестезию, конечно же, не проводим, чтобы не было ингибиции воздействия препарата. Дальше у нас идет срединный напаж, уже мы попадаем в сосочковую, частично всечетый слой дермы, у нас будут капли крови и капли препарата на поверхности. тоже не используем анестезию, так называемая кровавая роса, да, тоже будем использовать волосистая часть головы, лицо, шея, декольте, руки и сосудистый этап мезотерапии по телу иногда тоже работают, особенно если дряблость, если сухость, тоже можно использовать. Худ, угол уже более активный, 45 градусов и расстояние между сколами тоже в зависимости от зоны либо частая, либо с некоторым промежутком до 1 сантиметра. Опять-таки используем в основном жидкие, полужидкие препараты для техники поверхностного и срединного напажа и техника глубокого напажа, она же инфильтрационная, инфильтрационная, она же болезная, уровень уже ближе к гиподерме, дерма, гиподерма. В зависимости от, на картинке показано, что в зависимости от того, почему мы говорим, хотите в гиподерму попасть, 90 градусов угол, как только угол меняется, мы сразу уходим поверхностно, в дермальные структуры. Поэтому будем использовать максимально длинные иглы, 13 миллиметров, чтобы наверняка попасть в гиподермальный слой. Инфильтрационная, болезная техника в основном используется для липолитиков, также, если использовать более иглу, не такую длинную, а 4 миллиметра, то можно использовать для введения лифтинговых препаратов, таких как ДМАЕ, в толщу дермы. Если мы будем использовать инфильтрационную технику, то, конечно же, мы будем работать липолитиками, прямыми, непрямыми в основном, и работать в толще кожи, гиподермы. Анестезия возможна, но опять-таки, мы не сможем проанестезировать полностью всю кожу, потому что базальная мембрана не пропустит анестезию, а все равно толку, короче, мало от анестезии по телу. Частично, да, вкол не так будет чувствоваться, но все равно будет чувствоваться распирание, введение препарата, и, конечно же, осложнение в виде гематон, петехи, стойкой такой эритемы до 40 минут, это не осложнение, опять-таки, да, это побочное явление, они в 95 случаях будут, те или иные, но будут. К этому надо пациента тоже готовить. И основная техника, которой любят работать большинство докторов, это, конечно, техника папульная, легко, быстро, и биодоступность уже увеличивается, активность препарата увеличивается, формируем папулы, поверхностные, срединные папулы, техника бусы, техника папула в папулу есть, работаем в основном гелевыми препаратами либо жидкими препаратами, когда нам надо попасть непосредственно в дермальный слой. Конечно же, плюс-минус, особенно на каких-то конгрессах, ты точно находишься в гиподерме, ты точно находишься в дерме, очень сложно эти нюансы, да, различить, особенно на ощупь, но опять-таки, учитывайте угол, да, наклона вашего шприца, чем вы будете, чем меньше у вас угол, тем будете поверхностнее, да, и учитывайте диаметр иголки, гейчи 30G, 31G, 32G, чем выше гейч, тем диаметр уже, то есть 30G это самый широкий для мезотерапии диаметр, пошел, потом пошел 31, 32, это уже узкий диаметр, то, что мы используем именно для мезотерапии, биритализации иголочки, это тоже учитывайте и учитывайте длину углы, то есть максимально по лицу, чтобы попасть в дерму, в гиподерму, плюс-минус это 4 мл, 6 это мы уже в гиподерме по лицу, а 13 это мы уже в гиподерме по телу, то есть вот эти нюансы тоже учитывайте, конечно же у нас будут петехи, конечно же возможность уже идет гематом, эритемы, но опять-таки, более поверхностно, не так глубоко, количество гематом меньше, и вот здесь мы можем уже использовать анестезию топическую, да, в виде крема, кстати, сейчас в Ласкосе очень классный крем для анестезии, прям пациенты мои просто довольны, и вот на прошлой неделе делала аугментацию губ, девочка сказала, что просто комфортно, даже процедура проходила, препарат без медлокаина, но на этом анестетике очень хорошо прошло, и не дает отечности, не дает изменения кожного покрова, цветности, поэтому очень хороший такой достойный препарат, не помню, как он называется, у менеджера уточните, но очень рекомендую, сейчас вот этот анестетик мне прям зашел, так, извините, перелесну, я тут немножечко рисую, сейчас, сейчас, ой, 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 так, хочу я рисовать, извините, такие настройки, и опять-таки самая популярная тоже техника, особенно для ведения редермализантов, таких плотных препаратов, филеров, биоретализантов, это, естественно, линейно-ретрократная техника, это техника, да, вот, показывает, более параллельное ведение кожи, что она нам дает, она нам дает заполнение морщин и быстрое восстановление, восполнение объемов, да, надо, конечно же, ложить гиподерму, с дерму, чтобы препараты действовали непосредственно, активизировали коллаген, да, работали непосредственно с межслеточным матрицом, с фибробластами, они на это нацелены, эти препараты, поэтому будем выкладывать, это означает то, что игла должна контурироваться, но не просвечиваться, да, то есть если она просвечивается, то она ближе к эпидермальному, если контурируется и слегка просвечивается, значит уже дед. Основные виды это трассирующая, туннельная, веерная и армирование, да, будем использовать иглу, и также используется конюля, это тупоконечная игла, это уже при введении филеров, при введении большого количества полинуклеотидных препаратов, биорепарантов, мы можем использовать конюлю, да, конюля меньше травмирует сосуды, но опять-таки происходит тоже разрыв тканей, поэтому тут уже сами учитывайте все нюансы, выбирайте ту методику, которая вам легче работать. В некоторых участках я выбираю конюлю, но чаще, допустим, работу иглой. Иногда же легче проработать какие-то участки быстро конюля, а уже более детально проработать иглой. Тут уже выбирайте, как вам удобнее, как вам лучше. Опять-таки учитывайте анатомические особенности, расположение сосудов, нервов, чтобы тоже не нарушить их целостность. Если игла, то в основном будем использовать 30G, да, диаметр, и линейно-ретроградная, ее смысл в том, что мы вводим иглу, и на выходе иглы мы вводим препарат, то есть он равномерно распределяется. Трассирующий мы даем возможность препарату распределяться по ширине кожи, да, туннельное в глубине кожи, веером мы распределяем препарат, да, вот у нас походу. Здесь веерное армирование, это создаем ребра жесткости, да, то есть по носогубным складкам хорошо работать, по гусиным лапкам хорошо работать, биорепарантами, бритализантами хорошо прорабатывать, такой техникой, носогубный треугольник, хорошо прорабатывать область глобелы, то есть межбровьи, хорошо прорабатывать лоб, ну и нижнюю треть, да, также техника армирования. Хорошо при... Сейчас, девчонки, много мыслей, да, хорошо при непострении, особенно мелкоморщинистом, устало лицо, когда нам надо хорошо наполнить препаратом толщу кожи, и, кстати, линейно-ретроградное это самая такая быстро восстанавливающая техника, то есть с вауэффектом, всегда сразу виден эффект, но самое травмирующее, да, потому что мы глубоко вводим иглу, и в основном будем использовать длинные иглы, 13 мм, 8-6, да, не меньше. Поехали дальше. Да. Сейчас у нас... И вот тут техника конюли, просто можете для себя, опять-таки, сохранить этот слайд, как лучше всего выбирать работу конюли, в каких точках, да, скалываться, то есть скалываемся иглой, вводим уже конюли. Это также можно работать, я сегодня буду говорить, какие препараты можно вводить конюли, и очень удобно, я знаю даже коллег, которые аугментацию будут делать конюли, да, то есть, ну, по-разному можно работать, кому какая техника больше нравится. Перед тем, как приступить к введению препаратов, к разбору препаратов, естественно, мы должны понимать, что любая наша процедура, как бы хотим мы, не хотим, но должна начинаться с... Это должен быть определенный протокол, это должно быть очищение, здесь у нас мезоэстетик молочко, мезоэстетик гидротоник, очищение и нормализация PH кожи обязательно, да, потом мы протираем раствором хлоргексидина, кто использует другой, пожалуйста, я в основном работаю раствором хлоргексидина, при необходимости наносим анестезию, при поверхностной технике, на пажа поверхностного срединного, при фракционном мезоэстерапии мы анестезию не проводим, да, и также по телу, также нет смысла. Четвертый этап, сама процедура, ну, понятное дело, что мы нанесли анестетик, подержали под пленочкой, чтобы активнее воздействовал препарат, сняли пленочку, все это опять-таки вытерли хлоргексидином и приступили, да, к процедуре. Пятый этап, после того, как мы провели процедуру, снова протерли все хлоргексидином и нанесли уже либо защитную маску на основе тканевой, да, либо антистресс маска, вот, кстати, она у меня есть, очень классная маска, которая быстро, хорошо убирает покраснение, раздражение, ее можно наносить и как в виде маски и в виде крема, да, чтобы не смывать и не использовать в воду. И потом, естественно, мы будем наносить специальные кремы, фаскин-репео-крем, солнцезащитный крем, если ваш пациент выходит на улицу в солнечное активное, в подсолнечное активное воздействие. По поводу еще процедур инициирования и ультрафиолета. Естественно, что не совсем совместимы эти процедуры, то есть нельзя провести процедуру инициирования и тут же пойти загорать на пляж. Понятно, что в местах пола мы можем получить гиперпигментацию и воспалительные процессы, все что угодно, потому что ультрафиолет очень агрессивно воздействует на любое нарушение целостности кожи, а нет, инициирование происходит. Плюс мы можем использовать какие-то активные препараты, которые также будут обладать фотосенсибилизирующим действием. Поэтому не надо предупредить своих пациентов, что для любого загорания последняя процедура должна быть хотя бы за две недели до загорания, до поездки на море. Лучше, конечно, месяц, но хотя бы две недели. И тоже сделала губы, мне завтра ехать на курорт какой-то. Сейчас, правда, закрыто, но все равно скоро же начнется. всегда отговаривайте пациентов, потому что могут быть какие-то непредвиденные реакции, могут быть какие-то отсроченные осложнения в виде ангеневротического отека, какого-то аллергического проявления, чтобы вы были всегда на связи, чтобы вы могли помочь вашему пациенту. Те же гематомы, да, они также могут смущать пациента. Это также предупредит. Поэтому с корабля на бал не всегда получится. Иногда, когда мы проводим мезотерапию либо биритализацию, либо ретермализацию с помощью конюля техники, да, можно сразу встать и пойти, красивое лицо, но опять-таки у кого-то где-то текло, у кого-то где-то болит. То есть всегда эти нюансы оговаривайте. Естественно, никакого солнца, никаких соляриев уже они отходят, слава богу, никаких банных процедур, да, и солнцезащита, никакого раздражающего действия. Не надо после этого делать скрабирование, выдавливать эти папулы, пытаться размассировать. Все это должен, все манипуляции с листом после инъекции должен делать доктор, да, если какие-то осложнения у пациента, какие-то вопросы, пускай он приходит к вам на прием и вы уже непосредственно ему помогаете. И опять-таки, когда вы обращаетесь тоже за помощью, всегда описывайте детальную ситуацию. Очень часто ко мне девочки обращаются, вот, помогите, пишите, почему, когда, от чего, да, какие препараты вводили, как вы предполагаете, почему это случилось, что пациент пил, что пил, чем пользовался, то есть вот эти все нюансы. Поэтому, потому что осложнение на ровном месте возникнуть тоже не может, надо искать обязательно причину. Для того, чтобы осложнений было меньше, мы обязательно подготавливаем пациента, проходим вот такой протокол процедуры, используем правильные косметические средства, мезоститит, прекрасные средства для очищения и восстановления, регенерации кожи. Не забываем, да, по СПФ различная есть линейка мезоэстетик и легкие текстуры, и стонирование, маслянистые в виде спрея и допигментирующий вот этот прекрасный стик, да, на проблемные зоны. И для работы очень рекомендую вот такое в виде легкого такого спрея молочка, быстро наносится, либо вот с матирующим эффектом, очень тоже классно тоже как раз замазывать гематомы, чтобы не было активно видно петельхики. Можно, обязательно нужно иметь, да, и в кабинете, и у вашего пациента должен быть в косметичке солнцезащитный крем после инициирования. И регенерация, и крем для регенерации, и увлажнения, и солнцезащиты. Если это крем два в одном, вот есть у нас бренд Кантабрия, там в принципе и регенерирующий, солнцезащитный, это все в одном слофоне. Поэтому, ну, обязательно назначайте, не оставляйте пациента без ничего. Поехали, да, теперь мы приступим все-таки к основной мезотерапии. У мезоэстетик есть два основных разведения. Мезотерапия это мезопров, это мезотерапевтические препараты, которые могут использоваться под фракционную, то есть безинъекционную мезотерапию и под инъекционную мезотерапию техникой напажа поверхностно-срединного глубокого микропаповной техники. То есть это универсальные препараты. Мезопров делятся на х-профы красные, вот они, это монопрепараты у нас. Это монопрепараты. Можно их комбинировать между собой соотношение один к одному. В основном это курс 4-6 процедур, при аллопеции это 10-12 процедур, мы выходим со стадии телогена, активизируем стадию анагена, поэтому у нас такое количество процедур. Одна процедура на х-профах это интервал неделя 10 дней либо 14 дней в некоторых препаратах, я уточню в каких. и повторение курса 1-2 раза в год, потому что это мезотрептические препараты, у них низкая концентрация, у них быстрый распад и быстрое выведение, поэтому для того, чтобы сам процесс активизировать, необходимо большое количество процедур определенной и курс, конечно же, нужно периодически повторять. Плюс организм это лоббильная система, на которую воздействуют внутренние и внешние факторы, мы, естественно, все равно поддаемся возрастным изменениям, поэтому чем лучше мы хотим сохранить и длительнее сохранить качество кожи, мы должны видеть, тем чаще, не чаще, но раз в полгода мы все равно должны какой-то курс мезоропедический для кожи проводить, если потребность у пациента есть. Для фракционной мезотрепии особенно хороши вот эти препараты, которые я выписала, это гидротаурин, препарат на основе аминокислоты таурина, будет активизировать экологен образование, увлажнение, антиоксидантное, антиоксидантный защиту активизировать, протеоплюс, препарат редермолизирующий, увлажнение, обновление кожи, олигоэлементы, также можно использовать при аллопеции, можно использовать при жирной коже, сепоактивной, антиоксидантной деятельности, регенерация, потому что мы помним, что при синтезе я надеюсь, я надеюсь, мы все понимаем, что такое фракционная мезотерапия, термопен, термороллер, аппараты для фракционной мезотерапии, с помощью вот такого насадки с иглами, от 12 до 16 игл есть, и мы можем выбирать длину, да, и очень, и выбирать активность оборотов, то есть без агрессивного повреждения кожи, без внедрения в кожу мы вносим препарат, да, то есть мы сначала наносим препарат, а потом его активизируем специальной такой насадочкой, есть и мезоэстетик дермопен прекрасный, с четырьмя регулировками движения, скорости, четыре, по-моему, да, от 0,3 до 2, от 0,3 миллиметров до 2, сантиметров выдвижения иглы, да, то есть мы можем работать также на разных слоях кожи, эпидермальный 2,5 миллиметров, дермальный, эпидермальный слой, ой, эпидермальный, роговой, эпидермальный слой, ближе к дерме мы будем вводить эти активные препараты. Обрабатывать можно лицо, шею, декольте, также рубцы, стрии по телу, какие-то участки целлюлита для выравнивания рельефа кожи, все это можно вырабатывать специальными приспособлениями для фракционной мезотерапии. Опять-таки, вернемся к препаратам, да, витамин С прекрасно всегда работает, витамин С у нас берет активное участие в коллаген образовании, это депигментирующий компонент, это осветляющий компонент, это оксидантное действие, сосудоукрепляющее действие, витамина С, чистого аскорбиновой кислоты 20% прекрасно работает, а также пирувекс, при аллопеции, при куперозе, при нарушении дренирования, при нарушении микроциркуляции кожи, гинкобилоба, по поводу гинкобилоба, по поводу в основном этих всех препаратов старайтесь все-таки работать с ними поверхностно-эпидермальном слое, то есть техника на паш поверхностно-средина, либо же фракционная терапия, то есть вот эти все препараты. Гинкобилоба, то, что касается гинкобилобы, тоже надо учитывать и сосудистое состояние сосудистой стенки, опять-таки наличие, если у пациентов есть склонность к повышенному давлению, к нарушению сосудистых сердечных каких-то заболеваний сердечно-сосудистой гинкобилоба, тоже аккуратно работает. Глутатион, это прекрасный препарат, Экспров-51, депримитирующий эффект, регенерация, антиоксидантные действия, шикарно работает и поверхностная техника, и техника из-за единого напажа, и фракционной, и декспантенол, да, также будем работать с аллопецией, севаренным дерматитом и постакней. В некоторых случаях тот же Перувекс я добавляю в коктейль для лифтинга, особенно по коже тела, да, когда дряблые животики, дряблая внутренняя часть бедра, дряблые коленки, Перувекс прекрасно сочетается с дмайем и прекрасно сочетается с кремнием, да, еще забыла сюда внести кремний, кремний или органический силикон, это самый такой распространенный энхансер, проводник, соединяющий компонент, это Экспроф 13-14, да, добавляйте во все коктейли, для очень молодой кожи можно проводить отдельно процедуру на кремнии, он будет давать дополнительные регенерации, увлажнение кожи, хорошо добавляйте в коктейли растяжки, при целлюлите, для коктейлей с профилактикой коррекцией возрастных изменений, это все я говорю сейчас о органическом кремнии. Он как дополнительное вещество, которое соединяет активно все компоненты между собой. По поводу допустим дексапантенола, да, также его можно использовать в интердермальной технике, когда мы работаем вокруг популезного воспаления, чтобы сменьшить, сибарегулировать и убрать антибактериальный бактерицидный эффект, с пантенолом можно работать. Также витамин С мы будем добавлять в допигментирующие коктейли для тоже микропапульной техники, если будем обрабатывать пигментное пятно, особенно глубокой дермальной локализации, да, то есть, но, как в чистом виде, все вот эти заявленные препараты, их лучше использовать для фракционной терапии, либо техники поверхностного срединного напажа, как в коктейле, уже в более таком разбавленном виде, как дополнение к общему коктейлю, мы можем их использовать и техникой интрадермального ведения. Я надеюсь, я понятно и доступно донесла, потому что очень часто косметологи не совсем углубляя сообщение инструкции, да, мне совсем не пришли на семинар, не прослушали вот этих всех тонкостей и вводят, допустим, тот же препарат, который не предназначен для терапинального ведения в моно-виде, вводят его в моно-виде и фиксируют какие-то определенные осложнения. Это все, конечно же, проходит, рассасывается, но это все все равно неприятный опыт ни для вас, ни для пациента. Поэтому заявленные препараты в основном используете поверхностным ведением эпидермальным с помощью фракционной либо анапажной техникой, а если же вы работаете интрадермальной техникой, то тогда в виде коктейля, дополнительно в коктейль вводите эти препараты. И X-Pro у нас есть, это большое количество препаратов для лица, для тела. Мы будем потом отдельно разбирать проблему, и там еще будут присутствовать по проблеме еще будут присутствовать представители из X-Pro и я буду это говорить. Здесь я просто вывела те, которые чаще всего будут использоваться для поверхностной мезотребии. мезопрофы X-Pro это коктейли, это уже готовые коктейли, которые вводятся опять-таки различными техниками и также под дермапент, более поверхностной техникой на уровне эпидермального слоя. Курс 4-6 процедур, уже готовые препараты, в принципе туда уже ничего и не нужно добавлять. Единственное, есть нюансы, это я уже оговорю, когда будем проходить конкретную проблему. Один процедура опять-таки в 7-10-14 дней, повтор курса 1-2 раза в год. Есть у нас для лица это депигментирующий коктейль, это коктейль против фотостарения, это мезотокс, это мезопипи. Давайте нюансы. Депигментирующий коктейль будем вводить по проблемным зонам пигментации либо для всего лица техникой срединного напажа либо же микропапы. Коктейль фотостарения прекраснейший коктейль, люблю его, дает улучшение тургора, эластичности кожи, содержит витамин С и содержит сейчас открою основную книжечку нашу и содержит опять-таки именно кислоту таурин и содержит эдобинон один из мощных антиоксидантов представленных в линейке Мезоэстетик гиалуроновую кислоту конечно же низкомолекулярную очень классный коктейль 25-35 плюс хорошо и осветляет и хорошо укрепляет кожу тонизирует кожу тоже проходим курсом заявленным выше Мезотокс это на основе аргирелина работаем с особенно активными участками мимическими это лоб это межбровие это гусиные лапки это носогубный треугольник тоже до 4 процедур Мезотокса лучше соединять его в одном курсе с мезопептидом то есть мезотокс мезопептид мезотокс мезопептид мезотокса снова его является аргирелин ацетилгексапептид 8 плюс пентапентит 18 которые будут также активизировать регенерацию кожи и неоциномит противоспалительное сосудноукрепляющее антиоксидантное действие также вводится срединные папулы вот прям в складочки в сами морщинки и в валики между морщинами на процедуру мы уже говорили об этом о 2-2,5 мл еще в начале когда мы описывали принципы мезотерапии и пептидный коктейль прекрасный коктейль для осветления укрепления кожи для нормализации коллагенобразования также 30 40 45 плюс после как репаративное воздействие регенеративное воздействие будет оказывать можно в одном курсе соединять и с фотоэйджинг то есть фотостарение коктейлем и мезоток с коктейлем и депигментирующим коктейлем то есть пептиды это коллаген образования нормализация коллагенобразования это то что касается конкретно лица то что касается лица и тела это дренирующая дренирующий коктейль по лицу и по телу сосудистый этап мезотерапии это коктейль для лифтинга бодифирминг коктейль это по лицу и по телу также его можно использовать основа является дмая это ну и все ну и в принципе липолитический коктейль здесь не прямые липолитики в нижнюю треть если есть нависающий второй подбородок не путаем с жировым пакетом который у нас обвисает а именно лишний жир то можно некрасиво я сейчас говорю лишний жир но если есть потребность в липолитическом ведении как раз непрямые липолитики которые находятся в липолитическом коктейле это экстрактор тишока это л-карнитин это также теофилин который будет способствовать гидролитуре глицерин и жирные кислоты и органический кремний активатор всех процессов все эти прекрасные ну это прекрасный коктейль будет хорошо работать как дренирующий и дренирующий и способствующий уменьшению жировой капли поэтому его также можно использовать для лица только нижняя треть там где есть смысл убирать растянутые жировые клетки уменьшать вернее растянутые жировые клетки и улучшать перераспределение плотного жира тренирующий также мы будем проводить по лицу по определенным проекциям лимфатических сосудов и лимфатических узлов по лицу по шее по телу дальше я укажу и лифтинга мы тоже будем по линиям лангера по массажным линиям в основе лежит дмай диметиламинотанол который будет хорошо способствовать лифтингу кожи тоже будем ложить такие дермальные папулы чтобы давать активный лифтинг это те препараты которые можно использовать и по лицу и по телу препарат против растяжек по лицу можно использовать подкалывая под постактные рупости потому что в основе лежит поликулятит низкой концентрации и возможность хорошей регенерации восстановления неокалогенеза а этот препарат антицеллюлитный идет только для для тела потому что в нем находится капсаицин это экстракт красного перца кофеин мы будем использовать только по телу такой болюсной либо срединной папулами техника в местах раскопления целлюлита и препарат для волосистой части головы также обновленный уже год когда там тоже велик апсайцин поэтому будем в основном им работать по волосистой части головы и в основном применять технику поверхностного либо срединного напажа то есть работать ближе к дерме термальном термальном слое для стимуляции волосяного фолликула при сиборегуляции очень хорошо и при сезонной лапеции также очень хорошо это то что касается основных основного воздействия основного применения уже комплексных препаратов СИПРОВ да мезотепетически и также все эти препараты мы можем вводить с помощью вернее фракционной мезотерапии под дермапен дерморолем да все эти препараты определенной длины иголочку выбираете и выставляете и уже работает то есть в Испании когда мы проходили обучение тот же против растяжек коктейль вводили после пилинга по телу они вообще использовали 0,5 да миллиметра длину иглы на дермапен рядом со мной сидели две американки они говорят так можно брать 1,5 2 мы берем ну вот по протоколу у испанцев 0,5 да но опять-таки мы понимаем что чем глубже мы ведем этот препарат тем эффективнее он будет работать и давать высокий результат поэтому опять-таки все эти препараты вы также можете вводить с помощью дермапена дермароллера фракционной мезотерапии на поверхности кожи по поводу мезопров понятно да они смешиваются между собой и это истинные мезопрепараты которые можно использовать и под инъекционными методиками и фракционной мезотерапии мезохиал это отдельная линейка препаратов в основе которых лежит активный компонент и гиалуроновая кислота 2,5 миллиграмма на миллилитр то есть в процентном соотношении это выходит 0,25% низкомолекулярная но что дает нам гиалуроновая кислота как один из основных гликоза аминогликана она дает нам внутренний тургор кожи во-первых вы помните что гликоза аминогликаны входят в межкле является одним из основных компонентов межклеточного жидкости дермального слоя кожи межклеточного пространства также будет стимулировать синтез коллагена потому что сборка фибрила осуществляется с помощью как раз гликоза аминогликанов будет принимать участие также гликоза аминогликан являет он усиливает внутренний тургор матрикса то есть он как по сути как филлер заполняет матрикс и при этом дает возможность позволяет всем дифференцироваться водорастволимым молекулам и мигрировать клеткам при регенерации при восстановлении при любом воздействии активных препаратов гиалуроновая кислота как один из активных гликоза аминогликана с кожей всегда дает более высокий эффект от процедуры поэтому мезохиалы всегда дают выраженный эффект с помощью как раз этой гиалуроновой кислоты в составе они всегда будут давать высокий результат надо меньшее количество процедур но высокий результат за счет активного воздействия гиалуроновой кислоты как одного из самых мощных гликоза аминогликанов соединительных кожей и помимо того что гликоза гиалуроновая кислота содержится во всех препаратах все эти препараты можно сочетать с собой можно формировать тоже определенные комплексы определенные коктейли для всех этих препаратов свойственно интрадермальное введение можно их использовать отдельно как монопрепараты курс опять-таки может понижаться от 4 до 6 процедур один раз в неделю в 10-14 дней основными препаратами мезохиал являются есть липолитические л-карнитин артишок и есть витамин С есть биотин и олигоэлементы в мезохиалах и есть мезохиал дмайя для лифтинга это все мы оговорим когда будем уже основные проблемы рассматривать но я хочу сказать о некоторых препаратах из линейки мезохиал которые как раз достойны отдельного внимания во-первых один одно из произошедневно из цитículo я это методика антродермальных неэцетиле на основу гиуроновой кислоты гиуроновой кислоты мы уже поняли что это мукополисфахарид который состоит как раз из остатков глюкуроновой кислоты и нансатил фигузанин что такое литализация пи%, литализация это ведение антродермальных неэцетилей основой которой является именно литализант который будет активизировать через активизацию рецепторов CT-40 на фибробластах, будет активизировать пролиферацию фибробластов, будет активизировать коллаген образование. Такой способностью обладает гиалуроновая кислота, введенная энтеродермально, только с определенными возможностями. Она должна быть обязательно в концентрации от 1 до 1,8%, грубо говоря, до 2, это 10 мг на мл и 20-20 мг на мл. То есть все, что ниже, это больше мезотерапевтический эффект, то есть он не длительный. Активизация фиброблата будет происходить от 5 до 7 дней, поэтому необходима такая более мощная концентрация. И молекулярная масса, то есть вот эта закрученная улитка, вот эта активность, должна быть около миллиона или от миллиона дальтон, то есть более такая грубая молекула должна быть. Поэтому она и вводится энтеродермально, потому что введенная на поверхности, она там на поверхности останется. А введенная энтеродермально, она будет давать длительную активность рецепторов фибробластов, длительную активность коллагенообразования, длительную активность поддержания межклеточного пространства, протяжания активности межклеточного пространства. Таким властивостями обладает только гиалуроновая кислота, нативная, не связанная и вот с определенными качествами. То есть определенный молекулярный вес от миллиона дальтон и с концентрацией от 1 до 2%. Это и есть истинный биритализант. И биритализация, основа ее в том, чтобы вводить именно истинный биритализант. Биорепарация, редермализация – это уже выведенные термины определенными и компаниями, которые вводят вместе с гиалуроновой кислотой определенной концентрацией и определенными молекулярными дополнительные компоненты, которые будут еще редермализировать кожу и репарировать кожу. То есть дополнительной к ревитализации будет еще дополнительная активность тех или иных препаратов. То есть биоретермализация – это только гиалуроновая кислота, биорепарация и биоретермализация – это гиалуроновая кислота активной молекулярной массы и активной концентрации, но уже с чем-то. Я надеюсь, что мы поняли друг друга. И, конечно же, основные отличия от мезотерапии – это выраженное усиление эффекта на протяжении времени после завершения курса. Такой накопительный эффект за счет того, что будет усиление, обновление межклеточного матрица с помощью гиалуроновой кислоты. А если мы еще будем использовать репаранты и ретермализанты, это еще будет более выраженный эффект. Сейчас поговорим, какие мы можем использовать репаранты. И отсутствие того, что адаптивные процессы будут срываться, то есть фибробласты все равно будут активизироваться и вводятся в основном либо микропапульной техникой, либо линейной техникой. Таким образом мы добиваемся высокой результативности и более активного эффекта. К биритализантам истинным относятся мезохиал гиалуроник, потому что гиалуронат натрия здесь 15 мг на метр, 1,5%, и молекулярный вес около 1,3 млн дольтон. Поэтому мы будем мезохиал гиалуроник работать как биритализант, потому что она и есть биритализант. Мезохиал гиалуроник ложится папульной техникой, микропапулы в зоне вокруг глаз. Опять-таки не заходим за орбитальную линию или совсем поверхностные папулы в виде бус в зоне вокруг глаз. Это все лицо, это шея, это декольте, это тыльная часть кистей, это внутренняя часть плеча, это внутренняя часть бедра. Если есть необходимость, это всегда дополнительная оболаживающий, увлажняющий, образующий тургор эффект, ну и стимулирующий межклеточный матрикс, стимулирующий коллаген образование. То есть гиалуроная кислота и дополнительно будет эффект и осветление, и улучшение цветности кожи, тургор, эластичность, это все с помощью биритализации. Естественно, биритализацию, поскольку препарат сам по себе обладает уже накопительным эффектом, мы будем делать раз в две недели от двух до четырех процедур на курс. В зависимости от возрастных изменений и в зависимости от изменений кожи. Здесь у нас представлены до и после с помощью мезохиала витамин С с НСТС-109, я скажу потом об этом препарате поподробнее. Здесь у нас мезохиал гиалуроник и дополнительно еще органический силикон тоже прекрасно будет работать. И две таких новиночки, я очень рада, что они появились. Это по сути своей есть биорепаранты и биоредермализанты, то есть дополнительное редермализирующее воздействие не только гиалуроновой кислоты, но и пептидов. Первый – это мезохиал аргибинон, дермальный бустер. Основным компонентом является гиалуроновая кислота, биритализант, то есть 1,5% и до 2 млн. дельтон. И плюс аргибинон содержит аргирелин, ассидиол гиаспитит-8 и идобинон антиоксидант, то есть тот, который будет работать как редермализирующий препарат, будет укреплять сосудистую стенку, актовизировать синтез коллагена, выравнивать тон кожи. Работаем, это унисекс препарат, вводится в глубокие слои дермы, ближе к гиподерме, дермальный папул, линейно-ретрократная техника, можно работать и конюлей. Также на одну процедуру можно использовать от 1 до 3 мл. Как и гиалуроновую кислоту, тоже от 1 до 3 мл на одну процедуру. Естественно, для более выраженного эффекта это 2 мл. Интервал между процедурами 2 недели, 2-4 процедуры. Прекрасный, я уже попробовала поработать чуть-чуть этими препаратами, хороший результат. В основном мы будем работать в зонах мимической активности, там, где у нас тяжело поддающиеся морщины, коррекция в зоне лба, гусиные лапки, кисетные морщины, шея, прекрасно будут работать. Мы должны понимать, что аргивлин – это не ботулотоксин. Он не даёт вырываться трансмиттерам из нейронов. То есть он на какое-то время сокращает поверхностное волокно. Но опять-таки, мы с мышечным, с мышцей ничего не происходит. То есть то, что ложить глубокую мышцу не надо, надо работать только с толщей кожей как раз, чтобы хорошо иннервировать кожу непосредственно аргиврином. И будет идти, конечно, хорошее сокращение мышц. Межбровьи, лоб, гусиные лапки, кисетные морщины. Очень рекомендую использовать этот препарат. Вот приблизительно такой хороший результат. Здесь у нас 5 сессий с 15-дневным перерывом. Уже хороший результат и на второй-третьей процедуре. Также гусиные лапки. Хороший результат после пятой процедуры. И мезохиал-рденс. Я, скорее всего, уже влюбляюсь в этот препарат. Это как раз такой пептид с гиалуроновой кислотой. То есть это редермолизант, который будет давать очень классный тургар восстанавливать. Эластичность кожи подойдет и для возрастных пациентов, и для более с невыраженными возрастными изменениями. Можно шею хорошо обрабатывать, и декольте хорошо обрабатывать. Сложные вот эти вот зоны для коррекции. Руки прекрасно обрабатывают. Можно работать и иглой, и лимейно-ретроградной техникой, и конюлькой. Как такая небольшая отступление и шуточка. Когда менеджер говорит, знаете, девочки, я сегодня просто образрела. Кто-то обратился к ней, она говорит, возьмите, и менеджер говорит, возьмите конюльки. А по ту сторону телефона говорит, конюльки это что, это маленькие лошадки? То есть, если мы говорим конюльки, это не маленькие лошадки. Это такое ласкательное, вмешательное от косметологов к слову конюля. Поэтому берем, работаем конюлей и работаем иглой. Одна процедура, вернее, курс процедуры 2, максимум 4 процедуры, это 2 недели. Что у нас содержится? Ацетил 3,5-9, пальметаил 3,5 и стимуляция, нормализация синтеза коллагена, утолщение, активизация межклеточного матрица, активизируется внутренний тургор за счет гиалуроновой кислоты. То, что мы говорили, прекрасный препарат, готовый к употреблению. Здесь данные уже от наших коллег Мезоэстетик, особенно хорошо в мелкоморщине эстетик старения. Вот эта зона улыбки, да, когда вот здесь как раз видно. Кисетные морщины, межбровьи тоже, лоб, шея, декольте. Ну, прекрасно работает препарат. И при деформирующем типе старения, и как редермализант, и при мелкоморщинственном типе старения, идеально при типе старения усталое лицо, стрессовая кожа, прекрасно будет срабатывать. Вот успела я до карантина провести одну процедуру пациентке, водили Ироденкс, ввели весь препарат. На фотографии еще ничего, но при приближении видно, да, что есть заломы, есть морщины, есть сниженный тургор, эластичность, плюс такая кожа слегка воспаленная, есть купероз, такая веснущая, не дает это увидеть, зона вокруг глаз такая тяжеловатая. Ну, понятное дело, что с возрастом вообще замечательно сохранилась кожа, но все равно есть какие-то изменения. Светные морщины проработали очень хорошо, я проработала нижнюю треть, слегка верхнюю треть. Видите, насколько сразу наполненное лицо, причем я работала иглой, не конюлей. Наполненное лицо проводило именно армирование, да, такая техника линейно-ритрограммная в виде армирования. Хорошо, вот эта морщинка проработалась, кисетные прекрасно проработались, то есть я думаю, что еще парочка процедур и будет замечательный длительный результат восстановления. Это новый препарат, это Дэнкс-Мезохиал, илуроновая кислота, биритализан вместе с пептицем. Тут у меня есть какие-то вопросы, я думаю, что я их потом все уже прочитаю и буду отвечать на них в конце, потому что у нас время бежит, а мы еще тут, и кони у нас не валятся. По поводу, мы сейчас с вами разобрали основные ветки мезопрепаратов, биритализантов, да, те, которые представлены в мезоэстетик. Это мезопроф, это экспроф иммунные препараты и сипрофы уже готовые коктейли. И мезохиал, истинные мезопрепараты с биритализирующим эффектом, которые предназначены только для энтеродермального введения и с истинным биритализантом мезохиал, илуроновой. Это все, можно найти всю информацию дополнительно и на сайте, и у менеджеров. И вот сейчас тут вкратце мы пытаемся это все разобрать. Но основное все-таки нам интересно, как, куда и зачем применять, при каких этапах, при каких изменениях, при каких проблемах. Первое, на что мы должны, что мы должны активизировать, да, это мы должны активизировать, микроциркуляторные русла, и заниматься укреплением сосудов, потому что мы первый слайд помним, да, одни сплошные сосуды. Это помогает держать кожу в тонусе, помогает коже проводить, такая сосудистая активность кожи помогает ей проводить множество, поддерживать ее в тонусе, проводить, продерживать гомеостаз, вернее, кожи, и проводить множество параллельных процессов, да, метаболизма, экологенобразования, пигментообразования, иммуноактивности. То есть множество процессов проводится в коже благодаря вот такой сосудистой активности. Поэтому для того, чтобы непосредственно улучшить состояние кожи на моменте, мы должны провести обязательно это сосудоукрепляющий этап, либо так называемый этап сосудистой мезотерапии также проводится. И в первую очередь для того, чтобы дать нашему пациенту возможность, чтобы активизировалась кожа, нам надо активизировать микроциркуляторное, макроциркуляторное русло. Для этого нам надо подключить сосуды, усилить оксигнацию, усилить метаболизм, да, потому что все структуры дермы, они кровоснабжаются, и сосуды, естественно, приносят активные компоненты и способствуют усилению гомеостаза, вернее, укреплению гомеостаза кожи. Поэтому необходимо активизировать сосуды в первую очередь, да. Вы даже когда просто умойте пациента, сделаете ему легкий массаж, уже улучшается тургор, уже улучшается состояние кожи, уже улучшается цветность кожи, да, сосуды пошли в работу, усиливается оксигенация. Почему та же карбокситерапия, да, за счет оксигенации так активно вышла на передовую? Потому что с помощью поверхностного воздействия мы уже улучшаем микроциркуляторное русло. Поэтому обязательным этапом, первичным даже этапом, я бы рекомендовала все-таки работать с сосудистым руслом. Это сосудистоукрепляющие препараты. Сосудистоукрепляющим препаратом относятся в X-профах, да, в монопрепаратах. Это доникрутин. И тот же доникрутин, только уже с гиалуроновой кислотой, мезохиалмелилод. То есть вы можете использовать и то, и то. Конечно же, за счет гиалуроновой кислоты мезохиалмелилод будет срабатывать намного эффективнее и быстрее, да, и дополнительно считывать активизацию межклеточного матрика. Почему мы перед этим разбирали препараты, а сейчас уже переходим, да, чтобы мы уже понимали, какие препараты лучше использовать. Доникрутин можно работать как монопрепаратом, так и использовать его в коктейле. В коктейле с чем? С гинкобилобой, с центеллой азиатской, пожалуйста, и плюс кремний еще добавить, X-проф-13. Один к одному смешать, либо же Доникрутин и просто центелла, либо же Доникрутин и гинкобилоба, если надо активизировать, более эффективно подействовать на сосудистые русла, особенно то, что касается тела. То, что касается лица, это лучше взять Доникрутин, центеллу азиатскую и кремний, да, чтобы уже был такой готовый коктейль. Либо же уже есть готовый коктейль, дренажный, мы о нем тоже говорили. Дренажный коктейль прекрасно будет работать и по лицу, и по телу, да. Также сосудоукрепляющим действием обладает антицеллюлитный коктейль, но работаем он только по телу. Мы уже объяснили, почему. Кофеин, капсаицин, да, в тяжелых таких скоплениях целлюлита мы будем этим коктейлем работать. Дренажным, Доникомрутином, гинкобилоба, центеллой в соединении и мезохиал мы будем работать и по лицу, и по телу. Что мы будем делать? Мы будем активизировать микроциркуляторное русло и нормализовать дренажную функцию и нормализовать функцию кровообращения. Здесь на картинке представлен сосудистый этап мезотерапии, начинают полосистые части головы, паравертебрально по всему позвоночнику, активизируя и дренажное, и активизируя сосудистое русло, и по внутренней части бедра, и выходя на внешнюю часть бедра, мы прокалываем и дренажным коктейлем, либо отдельно взятыми препаратами. По лицу, не буду сейчас перелистывать, но вспомните первые слайды, там, где была у нас локализация лимфатических сосудов и локализация лимфатических узлов. Вот по проекции лимфатических сосудов и лимфатических узлов мы будем идти по орбите, заходя до козелка, особенно то, что касается лимфодренажа, ну и укрепления, активизация микроциркуляторного русла, по гусиным лапкам, заходя до козелка, потом обрабатываем носогубную складку, также идем по верхней и по нижней челюсти, и по стерноклядам, мы стоим вниз до надключичных лимфатических узлов. Это то, что мы будем работать с лицом, вводить дренажный коктейль, либо доникрутин с центеллой, либо мезохиал-мелилот. Такую процедуру мы будем проводить один раз в неделю в 10 дней, от двух до четырех процедур. По телу же у нас все намного, и на одну процедуру у нас будет уходить два-два с половиной миллилитра. По телу все же намного больше расход препарата. Какая техника введения? Это в основном папульная, либо срединонапаж, либо микробонусы, если мы говорим о, допустим, теле. Обязательно использовать сосудистый этап мезотерапии перед воздействием трихологических препаратов при трихологии, по трихологии при аллопеции, особенно то, что касается с нарушением правоснабжения в шейном отделе, особенно то, что касается сезонной аллопеции, после антибиотика, гормональной заместительной терапии, очаговой аллопеции. Также не забывайте обязательно сосудистый этап мезотерапии для того, чтобы нормализовать воздействие препаратов на волосистую часть головы. Улучшаем кровообращение общее, убираем спазм сосудов, улучшаем реологию, укрепляем сосудистую стенку. Это все нам необходимо и по лицу, и по телу. По телу также делаем от двух до четырех процедур. По телу очень хорошо такие процедуры при тяжести ног проводить, при отечности, при нарушении при астохондрозе и грыжевых образованиях, при нарушении нижней части позвоночника, грудном и крестовидном отделе, поясничном, вернее, отделе. Это то, что касается сосудистого этапа. Дальше у нас идут такие общие показания, это фото- и хроностарение, морщины, кто сухость, дряблость. Мы будем использовать вот эти вот все препараты. Вот это вот все. Это и X-Profe коктейль для фотостарения, и коктейли Mizzotox, Bottleapetid, мы уже о них с вами поговорили, и пептидный коктейль естественно будем использовать, и дренажный коктейль мы будем использовать обязательно, да, для того, чтобы убрать стаз в сосудах, да, и улучшить кровообращение, и улучшить оксигенацию, улучшить метаболизм. Опять-таки мы будем работать и коктейлем, и препаратами Mizzohial, там, где у нас есть гиалуроновая кислота, чтобы активизировать быстрее межклеточный, восстановить межклеточный матриц. Это будет у нас и пиритализация, и дополнительный Mizzohial и с витамином С. И хочу парочку слов еще сказать про поводу X-DNA-гель, да, у нас есть X-DNA-гель. X-DNA-гель это гель на основе полинуклеотида, и полинуклеотид здесь в этом препарате представлен у нас натрий-дезоксирибонуклеат, либо нуклеат. Натрий-дезоксирибонуклеат это водный экстракт из молок лососевых и осетровых рыб, и обладает он регенерирующим действием, нормализует иммунитет кожи, и на клеточном и гуморальном уровне посутствует нормализации и активизации регенерации рекреативных и репаративных процессов, и приводит к заживлению ран, восстановлению и к коллагену образованию. Полинуклеатидный гель, X-DNA гель, это палочка-выручалочка, во-первых, в постпилинговый период, после любых абляционных, неабляционных аппаратных методик, при фото- и хроностарении, как дополнительный регенерирующий и репарирующий комплекс, используя для лица шеи, декольте, руки. Полинуклеатидный гель уже в мезохиал идет с гиалуроновой кислотой, то есть в принципе его можно использовать как монопрепарат. В X-профах, вот здесь представлено картинке, он идет как плотный гель, трехпроцентный, поэтому для того, чтобы все-таки немножечко его сделать адаптивным для введения, интерадермального введения кожи, мы будем добавлять в X-DNA гель, мы будем добавлять либо ДМА, то есть для лифтинга, имитиламиноэтанол, X-PROF21, либо будем просто добавлять Центеллу для усиления регенерации, Центелла, это у нас X-PROF40, либо добавлять кремний, да, для активизации тоже процесса регенерации, увлажнения, это X-PROF13. То есть полинуклеотидный гель сам по себе это очень мощная работающая компонент, который будет нормализовать, восстанавливать регенерацию, иммунитет кожи, который наиболее адаптивен, да, полинуклеотидный наиболее адаптивен, именно от лососяевых наиболее адаптивен к коже, нашим структурам. Полинуклеотидный гель всегда дает усиление тургора, эластичности, особенно там, где есть уже гиалуроновая кислота, амезохиал, да, экзенный гель. Это и можно работать как и отдельно курсовым, так и дополнять вместе в курсе с гиалуроновой кислотой и с любым из этих коктейлей, да, то есть в курсе вы можете дать, допустим, два пептидных коктейля и два коктейля с X-DNA гель и два коктейля укрепляющих. У вас уже будет лифтинг, тургора, эластичность кожи, то есть опять-таки в зависимости от качества кожи, от потреб вашего пациента, потребности вашего пациента. Это то, что касается полинуклеотидного геля. И BioFlash, еще я хотела сказать об этом препарате. Так, сейчас, секундочку, выведу его, чтобы вы его видели, для себя идентифицировали. Препарат BioFlash это где же он? Все его знают, господи, извините, девчонки, вот, BioFlash NTC-109, все его знают как препарат, ну у нас так раньше его называли, красная дорожка, он, это основной витаминный комплекс, который необходим коже для быстрого восстановления, регенерации, здесь и коллаген образования, естественно. В BioFlash содержатся необходимые для синтеза коллагена аминокислоты, в BioFlash содержатся микроэлементы, в BioFlash содержатся большое количество витаминов, поэтому будьте очень аккуратны, да, для пациентов все-таки с онкологией в анамнезе, скорее всего, что BioFlash им не очень будет показан о том, что мы говорили в начале, но сам по себе препарат просто уникальный, классно работает, такая я бы назвала его витаминная бомба, вводится тоже микропапульной техникой, можно вводить, почему я его здесь тоже ввела, потому что можно вводить фракционные мезотерапии, также в BioFlash содержатся коэнзимы и аминокислоты, минеральные соли, соли, микроэлементы и витамины. BioFlash NCTC109 есть в X-профах, вот он такой красненький, то есть как мезопрепарат и под фракционную мезотерапию, и под инъекцион, для инъекционного введения, и также он есть мезохиал, вот NCTC109 он называется, он идет уже дополнительно с гиалуроновой кислотой 2,5 мг на мл, то есть это просто то, что необходимо для кожи, витамины, микроэлементы, гиалуроновая кислота, аминокислоты, активное коллагенообразование, активная нормализация синтеза коллагена, пролиферация фибробластов, депигментирующие действия, активизация кератиноцитов, иммуномодулирующие действия, то есть все, что необходимо для кожи, все будет происходить с помощью вот этого прекрасного препарата NCTC109 мезохиал, который идет уже с гиалуроновой кислотой, да, и тоже необходимо небольшое количество процедур, 2-4 процедуры с интервалом 2 недели папульной техникой, все лицо, шея, декольте, руки, просто необходимо для кожи, особенно при фотостарении, при хроностарении, особенно возрастным пациентам, после антибиотика, гормональной заместительной терапии, после пилингов, очень-очень рекомендую эти препараты. И Биофлэш, Икспров и НCTC109. Об этом я хотела отдельно сказать и сказала. Их, те, кто работает с мезоэстетик, очень любят эти препараты, те, кто не работают, я уверена, их полюбят. Полинуклеотидный, да, и НCTC109 препарат. Это то, что необходимо для нашей кожи. Вот здесь представлены мои пациентки, не все, конечно, но то, что я делала, коллажики для Инстаграма. Вот на этой картинке, кстати, здесь полинуклеотидный гель. Для меня очень такая деликатная зона работы, это носослезная борозда. Не всегда я работаю здесь филирами, иногда пробую работать такими более поверхностными инъекционными комплексами для того, чтобы укрепить дерму, чтобы сделать ее плотнее, чтобы сосудистая, укрепить сосудистую стенку. Здесь у нас я сочетала с мезопилингами Меланостоп Транстриэкс и плюс добавляла здесь у нас был и пептидный Сипров коктейль и X-DNA гель с кремнием до 4 процедуры. Так же было. Вот видите, какое классное уплотнение кожи, тургор, эластичность и выравнивание даже рельефа. Здесь тоже моя такая любимая пациентка комплексное воздействие и мезотокс был у нас, потому что морщины и такая полурезистентность к ботулотоксинам быстро вводится. Пациентка-актриса поет, преподаватель в музыкальной школе, очень выраженная мимика, но при этом тонкая дермальная прослойка, поэтому очень активная уже в небольшом возрасте, не возрастная пациентка, но все равно уже выраженный залог. Поэтому здесь был комплекс, потом еще был ботулотоксин уже последствия, но это препарат, но здесь был виден мезопептидный и ботулопептидный препарат. Вот такое хорошее состояние кожи. Дальше поехали. гиперпигментация, при гиперпигментации вы можете себе этот слайд сфотографировать, основное воздействие конечно же будет у нас в нескольких этапах, мы будем работать и пилингами, мы будем работать и инъекционными препаратами, можно подключать и лазерную коррекцию, и обязательно домашний уход, ну здесь акцентируемся на мезококтейлях, допигментирующий коктейль Сипроб 210, основной который является витамин С, потом коктейль лечения и Сипроб 210 мы будем вводить и напажная техника и микропапплная, то есть более поверхностная работа с пигментацией и более глубоко дермаль. Коктейль лечения фотостарения, пептидный, тоже будем добавлять, чтобы создавать антиоксидантное противоспалительное действие для кожи. Витамин С обязательно совмещать его можно с глутатионом, с полинуклеотидным гелем, регенерация, восстановление кожи и делать витамин С с полинуклеотидным гелем, витамин С с глутатионом, витамин С с кремнием и вводить уже либо напажная техника, либо микропаппульная техника. Мезохиали, там где есть гиалуроновая кислота 2,5 мг витамин С тоже можно прорабатывать как монопрепаратом зоны гиперпигментации и дополнительно, конечно же, использовать гиалуроновую кислоту, которая является активизатором восстанавливающим межклеточного матрикса и будет давать осветляющие эффекты, укрепляющие эффекты кожи. Техники различные, папульная, поверхностная, срединная напаж. Это то, что касается пигментации. Препараты для лифтинга. Препараты для лифтинга у нас есть укрепляющий коктейль для тела Сипров 222, мы уже о нем говорили. Его можно использовать и для лица. Основой является диметил, аминотанол, дмайя. Будем вводить в глубокий слайдермы, гиперкодермы. Вводим ввод по основным массажным линиям. Подчелюстная, надчелюстная зона, линия улыбки, скуловая и до орбитальной кости. И над бровью по гусиным лапкам все сводим к козелку к мочке уха, хорошо прорабатываем надбровные и идем тоже по лбу, по морщинам и от брови до волосистой части головы. Такие радиальные линии, чтобы создавать вот это натяжение и лифтинг. Конечно же, на лбу у нас получатся более глубокие инъекции, потому что там тонко сплетено дермо, гиподермо и мышцы. На лице дермальные инъекции. Есть, вводят в мышцы. дмайя, если вы видите в этом смысл, если вы почитали анатомию и увидели в этом смысл, тогда вводите. Я не ввожу, я ввожу в кожу дермо, гиподермо, дмайя, для того, чтобы создавать лифтинг уже. XDNA гель также можно смешивать дмайя, у нас будет регенерирующая, восстанавливающая эффект и лифтинг. И гиалуроновую кислоту также можно смешивать дмайя. Есть гиалуроновая кислота мезопрепарат, она концентрированная, но низкомолекулярная, поэтому низкомолекулярный вес, поэтому ее будем использовать как мезопрепарат, можно смешивать дополнительно для активизации. И дмайя можно чистым вводить. Есть мезохиал дмайя, он уже идет с гиалуроновой кислотой 2,5 мг на миллилитр, и он можно вводить чистым, дермальными, глубокими папулами. Можно брать иголочку 4 мм и вот так хорошо обрабатывать кожу. Как всегда, диметилометал дмайя болючий, болючий, трехпроцентный. Хорошо, обезбольте и быстрыми уверенными вколами все лицо можно обработать. Препараты для лифтинга также эти все препараты подадут и для тела. По телу опять-таки живот, внутренняя часть бедра, ягодичная мышца, внутренняя часть колена, это также все внутренняя часть плеча, все это тоже можно тянуть, создавать лифтинг с помощью этих прекрасных препаратов на основе метиламиноэтанола 2. По поводу жирной кожи, пару слов, девочки, когда у нас акне, популезно-пустулезная форма, естественно, ничего мы туда не вводим. Это первое, помните, мезотерапия, девочки и мальчики, коллеги, мезотерапия, первое противопоказание, нарушение целостности, потому что популезно-пустулезное высыпание является нарушением целостности кожи, воспалительный процесс. Не вводим. Единственное, что при сибарее, при постакне застойных пятнах, либо постакне рубцах мы уже можем работать, либо же единичные популезные элементы, мы можем их обкалывать. В таких случаях мы будем применять биотин, аллигементы, декспантенол, особенно при сибарее волосистой части головы, прекрасный коктейль, при папулах пустулогликолевая кислота, декспантенол, дмая, срез вверх и обкалывать, отступаем от элемента 0,2-0,5, ой, 0,3-0,5 сантиметров и обкалываем. Ну, это при единичных, когда у нас вторая, третья стадия, когда у нас 10-15 элементов не надо колоть. У нас есть пилинги, у нас есть бензин-перидоксид, у нас есть ретинол, у нас есть золоиновая кислота, резорцин, вот этими всеми препаратами в виде пилингов, в виде болтушек, цинк, сера, в виде топического ухода, все мы этим используем. Потом уже дополнение мы можем использовать для коррекции профилактики постакна рубцов, уже мы можем использовать постакна застойных пятен, уже можем использовать какие-то инъекционные препараты. в острую фазу акне, розации мы не работаем инъекционными. Ну, как возможность есть. Липолитики? Липолитики есть прямые и непрямые. Непрямые липолитики, мы уже о ней говорили, это карнитин, артишок, мелилот, доникрутин, это все можно использовать. Запомните для себя, единственное, что все липолитики мы вводим под прямым углом в гиподерму. Интервал между процедурами 7-10 дней хорошо на второй-третий день сделать лимфодренажный массаж. Конечно же, одними липолитикой мы не уменьшим. Жировые ловушки, спорт, рациональное, правильное питание, профилактика гиподинамии, ну, если есть, то есть, нарушения гормональные, то тоже решение этих проблем. Но липолитические препараты позволяют нам уменьшить количество давления, на септы, которые окружают жировую плетку, уменьшить количество воды, активно усилить микроциркуляцию, обменные процессы и в самой жировой плетке, и на вколу этой жировой, вокруг жировой плетки. Поэтому комплексно подходим к решению вопроса, непрямые липолитики. если есть загвоздка в и не знаете точно, не склонен ли пациент к камнеобразованию в желчном, да, то тогда просто исключите экстракт артишока, потому что обладают очень активным желчегонным действием. Опять-таки, смотря сколько ведете, ну, на всякий случай. Липолитический коктейль также содержит экстракт артишока, поэтому если вдруг что-то с артишоком не так, можно просто брать карнитин, доник, рутин и кремний, да, и работать как липолитиком по лицу и по телу. Лицо только нижняя треть, там, где у нас есть жировые ловушки. Также работаем и вдови горб, живот, бедра, ноги, руки. Нос, уши, вот это все, пожалуйста, не придумывайте. Там, где нет жировых ловушек, в принципе, нам там липолитики особо не нужны. Липолитик прямой есть у нас, это мезостабил. Липолитик прямой это фосфотидилхолин, который работает непосредственно с жировой каплей. Никакого некоразированной ткани, дезоксихолата натрия, который разрушает мембраны клеток, нет. Фосфотидилхолин будет, как раз мы им работаем, напрямую мы им не работаем, мы работаем в соединении с коктейлем. Вводим мезостабил с карнитином, с доником рутином и с артишоком, один к одному, либо же добавляем в липолитический коктейль один к двум, в готовый же липолитический коктейль. То есть, вот это у нас, в принципе, есть отдельные липолитики, а здесь в липолитическом коктейле они все тоже собраны. Поэтому, либо отдельно экспрофы в ампулках, либо липолитический коктейль плюс мезостабил. Почитайте, потом хорошо разберется. Единственное, опять-таки, вводим на уровень гиподермы 13 мм по телу, 6 мм игла по лицу. Обязательно прямой угол, берем складку, кожу, вводим, удобнее делать разметку в стоячем состоянии, когда ваш пациент ложится, у него все это располагается. Поэтому, либо вы на глаз, либо стоя, либо делайте разметку, а потом ложите, чтобы у нас вот эти наши жировые ушки не располагались. На одну процедуру прямого и непрямого липолитика у нас может уйти 30, максимум 40 мл. В этом коктейле прямого липолитика должно быть не больше 10-15 мл. То есть, не больше трех флаконов. Это по телу. По лицу не больше одного флакона. Опять-таки, по лицу можно работать мезостабилом, только в нижней трети, только здесь, где у нас второй подбородок и только при прямых показаниях. Если у вас нет прямых показаний, а где-то там обвисает кошечка, здесь можно обойтись лимфодренажными сосудоукрепляющими препаратами. Поэтому не работайте липолитиками по лицу просто так, потому что вам захотелось. Тот же л-карнитин также усиливает при распределении триглицеридов жирные кислоты, поэтому можно работать непрямыми липолитиками по лицу хорошо. Но если есть необходимость, очень выраженное жировое отложение, то можно по лицу добавить также мезостабил. Не больше одной ампулы на коктейль. Я надеюсь, я услышал. Когда вы проводите ведение прямого липолитика, интервал между процедурами две недели. На второй-третьей сутки можно проводить дренажный массаж и в первый день лучше бандажирование, сейчас модно темпирование, кто умеет, пожалуйста, бандажирование, чтобы укрепить вот эту зону, локализовать воздействие прямого липолитика. На сутки хватит. Я думаю, понятно. Рубцы и стри тоже тяжелый этап воздействия. Изучаем рубцовую ткань, это длительный этап, соединяем вместе с аблетивным методиками, смотря какой рубец, нормотрофический, атрофический, гипертрофический, опять-таки, может быть, нам вообще как-то с медологом нечего, если есть склонность к образованию килоидов тоже. Все учитывайте вопросы, старые рубцы, более молодые рубцы, уже плотная фиброзная ткань, нет возможности в этой части делать нелкл, надо хотя бы субцизировать эту плотную ткань, это может быть и дермопенд, дермароллер, это может быть игольчатый рефлифтинг, лазерная абляция, также пилинги с триклоруксусной кислотой, с гликолевой, с молочной кислотой высоких концентраций 50-70%, только потом мы можем как-то активизировать неокалагенет в данной зоне, а неокалагенет в данной зоне нам поможет активизировать мезохиал и ксднэ гель, либо коктейль против растяжек, либо ксднэ гель с экспрофом вместе с кременем, сентеллой откалывать под рукцей. Но опять-таки, нам надо сначала субсизировать эту плотную фиброзную ткань, если есть в этом резонт. Не обещайте пациентам с постакне, вы им подколете, все у них идет. Визуально может выровняться, но сам рубец не пройдет. Надо сначала выравнивать рельеф кожи с помощью тех же пилингов, микродермабразии, дермороллеров, субсизировать эту плотную фиброзную ткань и потом уже давать возможность коллагену в данной области образовываться и создавать вот этот каркас. Таким образом в каких-то моментах можно поработать. Трихология. Здесь тоже моя пациентка. Вот здесь у нас, видите, была такая рубцовая ткань после удаления невуса и на восьмой процедуре у нас начали пробиваться волоски. Здесь я работала биотин, олигоэлементы и центелла. У пациентки было проведено трихологическое обследование, не хватало микроэлементов, были назначены также специальные микроэлементы. Кстати, в мезоэстетик есть микроэлементы в виде витаминного комплекса для волосистой части головы. Обязательно своему пациенту давать комплексное воздействие и мезотерапию и какие-то препараты, которые будут укреплять, активизировать процесс роста волоса изнутри. Нехватка витаминов, нехватка белка, нехватка аминокислот. У тех же веганов часто тоже есть выпадение, если не хватает определенных аминокислот. Нехватка питьевого активного режима. Также это может быть наследственная какая-то нехватка специальных микроэлементов в самом волосе. Поэтому все это надо учитывать. Но то, что у нас есть возможность, это биотин олигоэлементы декспантенол, X-проф, сиборея, выпадение, лапеция, очаговая, генерализованная. И в мезохиал это тоже есть биотин олигоэлементы. Они идут уже с гиалуроновой кислотой, поэтому выше будет эффект, активнее и результативнее. не меньше 10 процедур, а раз в неделю в 10 дней активизируем выведение стадии телогена и переход ее в анаген. Телоген 2,5-3 месяца длится, поэтому будем использовать только так. Здесь у нас начала активизироваться вот эта ткань рубцовая на 8-й процедуре. пациентка довольна, все хорошо. Будем использовать эти препараты, а также у нас есть коктейль для лечения выпадения волос. Помним, что техника напаж, микропапульная напаж, для коктейля только напаж, для биотина, мезохиал биотина, олигоэлементов, мезохиал элементов, можно напаж, срединный напаж, поверхностный напаж, либо фракционная мезотерапия, пожалуйста, также используйте. Волосистую часть головы особо ничем обрабатывать не нужно, помыть волосы перед походом к вам как к трехологу и после процедуры не мыть на следующий день. Использовать, конечно, щадящие шампуни у нас есть, прекрасный комплекс для активизации роста волос мезоэстетик. Анастасия Недана, моя коллега, проводила целый вебинар по лапеции, поэтому все это учитывайте. Здесь парочку слайдов препараты домашнего ухода просто для себя зафиксируйте, не буду на них останавливаться. Это хронофотостарение, все прекрасные, все рабочие. Это жирная сепоактивная кожа. И перейдем быстренько к мезофиллерам. Я не буду сейчас проводить семинар по филлерам, только скажу одно. Во-первых, мезофиллеры, я их люблю, мне очень нравится работать с ними, они пластичные, они эргономичные, они в меру стойкие. Есть у нас несколько филлеров, вшивка БДДЕ, на что надо обращать внимание. Это ретикулированная сшитая гиалуроновая кислота. Иногда они идут с лидокаином, иногда без лидокаина. Это концентрированные препараты, в основном от 20 миллиграмм на литр, сейчас уже используются низкие концентрации, и молекулярный вес тоже 2-3 миллионов дольтон. Это всегда кросс-лифтинг, всегда стабилизированный препарат. Стабилизируется он как раз специально белковыми структурами, БДДЕ в данном случае. Это всегда стойкий препарат, и всегда препарат для введения в глубокие слои дерма-гиподермы или надкосечно. Это никогда не беретализант, это никогда не поверхностные слои дермы, это никогда не зона вокруг глаз с папулами. Запомните это, те, кто не в курсе, потому что то, что произошло недавно, ввели филлер, как в виде это хорошо, что филлер был низкомолекулярный, так вот сложилось. Это возможность попадания в сосуд, это возможность ишемии, это возможность некроза, это все, что угодно. Это подсоединение биопленок, то есть есть куча осложнений, помимо гематом, каких-то аллергических реакций, ангионерметического отека, которые могут давать филлеры в неумелых руках. Не в филлере дело, а в неумелых руках. Поэтому я с удовольствием делаю процедуры на мезофиллерах, потому что они мягкие, они пластичные, особенно для тех, кто начинает, для тех, кто не хочет каких-то огромных стойких объемов. мезофиллер глобал 20 мг на миллилитр средняя глубина морщины губы, есть 25 мг на миллилитр, это уже натул, косничная ложится, также активный объем в губах, скулы, угол челюсти, подбородок, там, где нужен объем интенс. И появился новый мезофиллер переокуляр, очень хорошо для кисетных морщин, для морщин улыбки, для носогубных складок, для заполнения зоны носослезной борозды, очень рекомендую тоже обратить внимание, 15 мг на миллилитр. Здесь у нас очистка БДДЕ, максимальная чистота и безопасность, один из самых высоко очищенных, хорошее очищение, денсиматрикс технологии. Также есть все сертификаты качества, да, то есть давайте фиксируйте для себя эти слайды, да, чтобы у вас было перед глазами все это. Так. И мезофиллер глобал, то, что я говорила, да, люблю его, потому что он очень мягкий, хорошо дает и контур губ, хорошо дает заполнение носогубных складок, мягкие можно сделать скулы, ну, я говорю мягкие, чтобы не было вот такого визуала, да, активного, подбородок, ну, опять-таки, один-два миллилитра уже надо будет использовать, иголочка есть, степень ретикуляции, четверка, молекулярный вес 3 миллиона дольтон, нелобокие морщины, увеличение объема губ, ну, то, что щеки, зона улыбки, носогубные морщины, морянин, и то, что руки, да, руки, и средние слои дермы, да, вводим, ну, если мы вводим надкоснично, то он также будет стоять, просто быстрее будет биодеградировать, и мизофиллер интенс 25 миллиграмм на миллилитр, это уже биопластика лица, это уже ремоделирование, может быть, носа, но опять-таки, кто работает, тот работает, это скулы, это глубокие носогубные выраженные складки, это нижнечелюстная область, и это брать двойной подбородок, да, то есть создать более активный объем. Если хотите мягкие губы, то работает лучше глобалом, если более выраженный объем, то интенс. Здесь техники введения, техники введения болесные, техники введения линейно-ретрократные, в основном, да, в зависимости от, ну и также есть возможность работать в канюле, в зависимости от зоны. И здесь я представила, основные зоны, которые мы в основном обрабатываем, это зона скулы, можно работать и канюле, но только надкостничная, и можно работать бонусами, это зона носогубного треугольника, зона подбородочной области, зона губы, да, очень удобно работать этим препаратом, и французские губы, и контур, и мягкий такой аркокубидон можно сделать, и при поднятии уголочки губ, можно использовать и глобал, и интенс, да, в зависимости от того, насколько глубокие морщины, насколько активный объем мы хотим. И не забываем про зоны, опасные зоны коррекции, это все наши выходы сосудистонервного пучка, да, зоны, это среднезрачковая линия, и это также линии самого близкого прилегания кровеносных сосудов, да, ближе к коже. Зафиксируйте для себя, приходите на семинары уже, я надеюсь, постановка руки, там уже мы детально будем разбирать, но основное, что хочу сказать, что филлеры очень приятные в работе, если и есть какие-то осложнения, то они в виде гематом, в виде иногда ангионевротического отека, все это быстро убирается, мы уже говорили, как, да, вот мои последние работы, это филлер, здесь использовался Global, для губ, легкая симметрия, нелюбимое слово многими дерматологами подпушить, да, ну такой природный объем, ничего лишнего, природный объем, не заходят сначала губы, потом все остальное тело, да, очень пластичный, можно разминать легко, если вдруг вы где-то напортачили, да, но при этом помните, да, что при разминании мы еще усугубляем давление на сосуды, поэтому будьте аккуратны, очень мягкий в работе, приятный, и те, кто работал, уже знают, и скулы я также делала, но не зафиксировала, делала интенс, да, скулы, можно использовать один-два миллилитра, да, если мягкие, то один миллилитр, если более активные объемы, и вам есть где распределить, то можно два миллилитра, здесь ушло 0,7, а здесь ушло один миллилитр на губы, здесь еще немного обработали морщины, заломы в носогубной склоте, насколько охватило. Не забываем про солнцезащиту, солнцезащита у нас есть и мезоэстетик, и хадир, и кантабрия, особенно после контурной пластики, после мезотропии, сейчас это очень важно. Все, девочки и мальчики, я закончила, спасибо, кто был с нами, сейчас попробую почитать, отвечу на вопросы, очень много информации, действительно, сейчас, вопросы, у матросов нет вопросов, да, смотрю чат, какой углой водить, так, 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 посоветуйте хороший мезоинжектор, работа по телу, я не работаю мезоинжекторами, и не могу вам посоветовать хороший, я думаю, что в интернете по отзывам, либо у коллег, может быть коллеги кто-то посоветует, напишите, Настя Заиграева, привет, Настя, а какой иглой водить, а что водить, какой иглой, иглы используем мезотерапевтические, мезотерапевтические иглы, 30G, 31G, 32G, есть 33G, если вы работаете филерами, то это 27G, если вы работаете конюлей, то это в основном 25-27G конюля, если мезопрепарат текучий, можно использовать 31-32G, если вы хотите быстро проколоть, но будет чуть-чуть петехи и больше синячков, то 30G, если вы хотите идеально все выложить и без синячков там особых, то 32G, 33G, то есть чем меньше G у иглы, тем меньше вот этот вот объем выхода, чем меньше, чем, вернее, ну, выше, да, 31-32-33, чем выше G у иглы именно, тем меньше, чем ниже G у конюлей, тем меньше у нее, 25-27, вот от такого плана, тоже 27-я конюля тонкая, 25-я средняя. Здравствуйте, можно будет получить запись, да, о какой углубе, я думаю, я бы объяснила, то есть...